Водолазные сборы аварийно-спасательной службы Крымспас завершились в Сакском районе. Тренировка с выходом в море на глубине до 30 метров прошла недалеко от села Уютая. Особое внимание спасатели уделили отработке технологии декомпрессионных погружений, чтобы водолазы смогли дольше пребывать на дне моря, использовались дыхательные смеси с увеличенным количеством кислорода. В рамках этих сборов мы отрабатываем погружение на реальные объекты. Это суда времен Отечественной войны, затонувшие в 43-м году, судно ЮДЖИ-102, Санта-Фе и Волгодон. Находятся они все на глубинах 20 и 30 метров. Это реальная обстановка, реальные условия, в которых еще могут работать водолазы, могут осуществлять поиск как пострадавших, так и материальных ценностей. Связь с участниками учений обеспечивалась с помощью мобильного водолазного комплекса. Данный мобильный водолазный комплекс был приобретен в июле 2020 года с целью обеспечения работ глубже 12 метров. Потому что, если мы проводим водолазные работы глубже 12 метров, необходимо, чтобы барокамера находилась у места проведения работы. На случай заболевания водолазов, тессонно-декомпрессионной болезнью или баротравмы легкой, либо прохождение декомпрессии. В службе «Крымспас» работают более 60 человек на 9 водолазных станциях. В сборах участвовали 16 специалистов Симферопольского, Алуштинского, Бахчисарайского и Белогорского аварийно-спасательных отрядов.